Вообще в органах прокуратуры я с 2007 года работаю. Карьера моя началась в советской прокуратуре, в советском районе города Красноярска в 2007 году. Работал помощником с 2007 по 2009 год, затем с 2009 года по 2016 год я работал помощником и старшим помощником прокурора города Красноярска. Затем перевелся из прокуратуры городской в аппарат прокуратуры Красноярского края, где в отделе экономики проработал с 2016 года по 2018 год. С 2018 года по 2021 год я работал заместителем прокурора центрального района города Красноярска. И, соответственно, с 2021 года назначен начинским городским прокурором. В принципе, прокурорская деятельность охватывала различные сферы надзоров. Это была и экономика, и социальные вопросы, и природа охрана. И приходилось, естественно, взаимодействовать с представителями городской администрации, как центрального района, так и непосредственно города Красноярска. Длительное время надзирал за исполнением законов в сфере бюджета, закупок. Поэтому этот процесс знаю изнутри, еще начиная с 94-го закона федерального, который регулировал у нас заключение контрактов на конкурсной основе. Антимонопольное законодательство, земельное, градостроительное законодательство также мне знакомы. Поэтому определенные наработки, опыт в этой сфере у меня имеются. Что можно будет применить в надзорной деятельности здесь, на территории города? Вы здесь в городе уже познакомились с городом, с делами, на чем планируете? Да, здесь с городом я уже познакомился. Вообще, в целом, у меня впечатление очень хорошее о городе, потому что я еще до начала своей карьеры и до поступления в университет, я проживал длительное время в Абонском районе. У меня по роду служба отца, у меня отец сейчас на пенсии, но он вообще всю жизнь проработал в органах прокуратуры. Также, начиная с студенческой, можно сказать, скамьи, он работал следователем, старшим следователем, потом прокурором Абонского района. Наверное, вам известно, этот район тоже недалеко находится, в принципе. Вот он 15 лет там проработал, начиная от следователя и заканчивая прокурором, и я, соответственно, там же прожил 15 лет. Поэтому у меня есть с чем сравнить Абонский район, поселок Абон, Канск, такие города более-менее крупные у нас. Я тоже посещал, это Норильск из межрайонных прокуратур. Тоже везде успел побывать и могу оценить и комфорт, и благоустройство, и вообще инфраструктуру Ачинска. Поэтому, на мой взгляд, это после Красноярска, наверное, первый город. Потом уже идет Норильск, потому что инфраструктура там неплохая, но он очень загрязнен, то есть там жить некомфортно. Потом уже там, может быть, по численности Канск. Но Ачинск мне показался очень комфортным городом и приятным для жизни. Инфраструктуру я уже посмотрел, здесь у вас есть и для занятия спортом, для досуга, имеются все необходимые заведения. А в работе какой приоритет? У нас несколько приоритетных направлений вообще в органах прокуратуры. Начиная с национальных проектов, которые здесь тоже, безусловно, имеют место быть. Мы их все отслеживаем. Я уже наметил себе график выездов. Буквально завтра-послезавтра мы поедем в Малиновский сельсовет, там смотреть приемку фактических поставленного оборудования в рамках нацпроекта. Мы будем смотреть каждый нацпроект, я буду сам отслеживать и буду выезжать на все нацпроекты. Смотреть кассовое исполнение, сравнивать, сколько освоено бюджетных средств из доведенных лимитов до фактически зарасходованных. Смотреть оборудование, которое было поставлено. Сравнивать, то это оборудование или не то. То используется оно фактически или не используется, или где-то стоит там, может быть, на складах простаивает. Сколько и такие нарушения тоже имеют место быть. Если где стройки, будем выезжать в рамках нацпроектов на стройки, смотреть, как ведется строительство. Я уже ознакомился, знаю, что у вас здесь тоже есть строительные объекты. Есть объекты с долевым участием, но они не проблемные. Как, допустим, в некоторых у нас городах бывает очень масса проблем с дольщиками. Здесь, я так понимаю, ну не так понимаю, я уверен, что здесь таких проблем нет. У нас всего 9 дольщиков, дом уже достраивается, уже вводится в эксплуатацию практически. Это жилье сиротом в первую очередь, поскольку здесь, как и во многих городах, имеется проблема. Вот сегодня-завтра, кстати, тоже мы едем на осмотр жилья, которое администрация приобрела для сирот. Будем смотреть совместно со специалистами стройнодзора, других контролирующих органов, качество этого жилья. Чтобы на этапе закупки, приемки и дальнейшей реализации, предоставления гражданам, мы везде присутствовали и видели, какого качества приобретается жилье. Затем будет выводиться в эксплуатацию, соответственно. Ну, коррупция, антикоррупционное законодательство, это приоритет. Это, соответственно, у нас все, что касается работы чиновников, их взаимоотношений с бизнесом и так далее, их доходы, их расходы. Это все мы смотрим на регулярной основе. И если, может быть, вы следите, знаете, что у нас в том числе были и меры серьезные, и по изъятию недвижимости у чиновников, и обращению в доход государства. То есть такая работа ведется на постоянной основе. А свои отношения с чиновниками как раз как, по какому быть? Исключительно рабочие отношения, поскольку я человек здесь новый, никогда раньше не проживал в Ачинске, и буквально я, может быть, за всю свою жизнь был проездом один раз в этом городе. Поэтому мне максимально будет комфортно и просто устраивать взаимоотношения рабочие с чиновниками. И я думаю, исключительно рабочий подход будет обеспечен в надзорной деятельности прокуратуры. Ничего не помешает нам свою функцию выполнять качественно и в соответствии с законом. Скажите, а какие из городских тем уже на особом контроле у вас? Конкретные. Я не говорю про жилье сиротам и нацпроекты. То есть какие из городских проблем? Ну вот конкретные все-таки, все-таки это касается нацпроектов. Они в приоритете. Они у нас, поскольку вот вы мне задаете вопрос, я буквально... Это проблемные. Проблемные. То есть Малиновка поехали, посмотрели, все ок. А какие проблемные? Ну, смотрите, я прокурором назначен буквально, представлен буквально три дня назад. Конечно, я сейчас вникаю во все эти проблемные вопросы. Мне для того, чтобы только познакомиться с ними и вникнуть, так скажем, в эти все вопросы, потребуется какое-то время, неделю, как минимум. Нужно мне хотя бы охватить весь спектр надзорных задач, чтобы, так скажем, погрузиться в проблематику. С коллективом уже познакомились. Хотелось бы услышать ваше мнение. Есть ли тут посылки в кадровых изменения в общественной агентации? Пока предпосылок нет. Коллектив рабочий, коллектив слаженный. В принципе, у меня пока серьезных вопросов коллективу нет. Я познакомился и в общем, и с каждым проговорил. Отдельно с помощником. Возможно, будут какие-то перемены в направлениях деятельности, которыми они занимаются. Что-то, какую-то часть заберем у одного, отдадим другому, посмотрим. Ну а в целом, нет у меня никаких серьезных претензий, которые бы там повлекли какие-то кадровые изменения. Коллектив хороший, слаженный, рабочий. А сколько планируете быть открытым и доступным как для СМИ, так и для населения города? Максимально. Если от вас будет поступать какая-то информация, буду использовать ее, будем проверять, будем реагировать. Так же, как на любые обращения граждан. При необходимости можем организовывать какие-то встречи в такого формата в дальнейшем. Поэтому я так же, как и вы, заинтересован максимально, чтобы какие-то, может быть, серьезные нарушения здесь вскрыть. Никаких подводных камней у меня тут быть не может. У меня цель одна – надзирать за соблюдением закона. Это действительно так, как бы, может, пафосно это не звучало, но никаких препятствий у меня к этому нет. Мне юридическая практика и прокурорская деятельность, она мне интересна, проработав 14 лет в органах прокуратуры. Но у нас работа непростая, сложная и напряженная. Если ее не любить, то многие сгорают за непродолжительное время, просто уходят. Работу нужно любить и заниматься, и если это дело нравится, тогда, в принципе, никаких препятствий убить не может. Поскольку в ваших личных планов ходит проработать все-таки в Ачинской городской прокуратуре? Это, может, к сожалению, может, к счастью, не от меня зависит. Вот у нас принцип «едино начали» записан в законе прокуратуры. Поэтому у нас приказом прокурора назначается, приказом освобождается. То есть личная инициатива, конечно, приветствуется, и карьерный рост всегда. Он приветствуется, если он есть, значит, есть какие-то стремления по повышению по службе, по улучшению своих качеств профессиональных и так далее. Но я таких для себя сейчас задач не ставлю, чтобы быстрее сделать какой-то карьерный рост и стартовать куда-то на вышестоящую должность. Мне вот этого объема, который сейчас у меня здесь есть, мне его хватит, я думаю, не на один год. Потому что город большой, сложный и проблем много. Вот еще скажите, пожалуйста, то есть по сотрудникам все понятно. А именно по работе, когда вы заступили на должность, перед нами же, наверное, отчитались, сколько, ну, как минимум, в этом году было рассмотрено уголовное дело, да, сколько из них уже были завершены, сколько в производстве есть какая-то вот такая статистика? Статистика, конечно, есть. Я изучал ее перед тем, как прийти сюда на должность, сравнивал статистику, эту проблематику с центральным районом. Примерно вот по структуре, по структуре, конечно, разнятся. Категории преступлений по объему примерно, вот, примерно одинаково, как в центральном районе города Красноярска, так и Вачинске. Вот если по количеству брать, чуть-чуть больше, конечно, Вачинске, но структура преступности совершенно другая. Если город Красноярска и центральный район, там больше информационных технологий, грубо говоря, мошенничество, скарт, кражи там и так далее, то здесь тяжких, особо тяжких преступлений больше, тех же убийств больше. Вот буквально там, ну вот, на днях были там ЧП и так далее. Поэтому здесь структура преступления, она тяжелее, если говорить вот о качестве преступления, сложнее. И преступления совершаются более тяжкие. А сколько сейчас в производстве дел на полюсах? Сотни. В суд у нас уходит, каждый месяц уходит в суд за подписью прокурора с обвинительным заключением. 50, 60, 70 уголовных дел. То есть это каждый месяц прокурор подписывает обвинительное заключение, и эти дела уходят в суд. Если говорить на уровне материалов, то это в год полторы тысячи и более. То есть это материалы, которые еще не стали уголовными делами, и за которыми мы надзираем. То есть либо они уже у нас перетекают в уголовную плоскость, становятся уголовными делами, либо они на уровне материалов остаются в рамках проверки доследственной. То есть объем очень большой. Предыдущим прокурорам после своего назначения вы общались? Конечно. У нас прокурорский корпус, он не такой большой в принципе. У нас мы как прокуроров, так как минимум мы всех их знаем, потому что мы все участвуем и в коллегиях. У нас коллегиальный принцип работы. Каждый месяц одна-две коллегии у нас бывают. Поэтому все прокуроры собираются в прокуратуре края, и на определенном мероприятии межведомственном, либо коллегиальном, либо группе какой-то рабочей, задаются всем прокурорам вопросы определенные, выступают. Я, будучи работником аппарата прокуратуры края, когда работал в краевой прокуратуре с 2016 по 2018 год, у меня был круг вопросов, это весь край. То есть я надзирал за градостроительным законодательством, законодательством о собственности, земля, дольщики. И приходилось общаться со всеми прокурорами краевого уровня. То есть мы собирали аналитику, обобщали и готовили информацию в Генеральную прокуратуру. То есть по вот этим вопросам собственность, земля, градостроительство. Ну, соответственно, где проблемные вопросы какие были, мы общались непосредственно с заместителями, с помощниками, с прокурорами. Поэтому так или иначе всех краевых прокуроров я знаю. Ну, может быть, за исключением некоторых. Может быть, как-то, вот как коллега коллегию, может быть, он какой-то совет вам дал? Может быть, вы его о чем-то спросили? Ну, в профессиональном плане мы не успели так плотно пообщаться. Так получилось, что он уже уехал. Был назначен на должность Сосновоборского прокурора. А потом, наверное, где-то через месяц только, да, или через два даже я здесь появился. Поэтому вот как таковой передачи там дел не произошло, не поставился на прокурора ко мне. Поэтому в принципе нет, наверное, в таком ключе не общались.